Больница в городе 4, здесь корпусов 4 в этой больнице. Помимо первой больницы существует больница вторая, это более терапевтического профиля. Есть родительный дом, отдельная детская больница. В этой больнице сколько? 4 корпуса, 12 отделений, 5 из них межрайонные отделения. Они принимают жителей не только нашего района, но и близлежащих. А вот межрегиональные центры, 11, на базе крупных этих городов, молодежных, Борисов, Солигорск, Бобруиск, Лида. И вот эту помощь уже с областного уровня надо опускать на межрегиональные центры. Это было более доступно. Совершенно верно. Люди везде хотят жить и везде хотят получить квалифицированную помощь. Поэтому было решение, что мы будем развивать эти межрегиональные центры. Так вот я и задаю вопрос. В этом плане ты что-нибудь почувствовал или пока это только организационные разговоры? В плане материального обеспечения техникой? Конечно. За последние годы мы очень существенно укрепили материально-техническую базу. Потому что в рамках развития этой концепции межрегиональных центров специализированной медицинской помощи Министерства здравоохранения нам закупила и поставила оборудование. Областной исполнительный комитет выделил дополнительные финансовые средства для изготовления проекта, смертной документации и выполнения строительно-монтажных работ. Это твоя зона, да? Да, это зона обслуживания населения по вот этому межрегиональному центру. То есть общая численность обслуживания населения более 240 тысяч человек. Это жители Воложинского, Велийского, Мядельского района. Много, четверть миллионов. Да, да. То есть оказывается помощь у нас уже и нейротравматологическая, и кардиологическая. Но по мере оснащения центра мы будем, естественно, расширяться по ковидной инфекции. Мы перепрофилировались. Хочу сказать, что мы задействовали только 32% от общего коечного фонда. То есть треть только использовали? Только треть. Поэтому оказание и экстренной, и плановой медицинской помощи по другим направлениям мы не останавливались. Больница обеспечена абсолютно всем необходимым оборудованием для поддержки дыхательной и пациентов с кислородом. Понятно. У тебя хватает ИВЛ сколько у тебя? Да, вот у нас 29 аппаратов искусственной вентиляции легких. У нас развернуто всего сейчас 27 реанимационных коек. Из них 15 на инфекцию ковид. На сегодняшний день занято 4 аппарата искусственной вентиляции легких. Всего 4? Всего 4. Еще могу сказать, что в конце лета, начало осени мы построили и ввели в эксплуатацию кислородно-распределительную станцию. Потому что, естественно, потребность кислорода и расход кислорода, конечно, увеличился. И поэтому работать стало легче. Проблем с кислородом у нас нет. Значит, ковид вы научились лечить не хуже, чем в стране другие больницы. Да, хотела еще сказать, что все имеется у нас из расчета двухмесячных потребностей, лекарства и средств индивидуальной защиты, реагентика. Каких-то проблем таких нет.